Система обучения и контроля Всем, приславшим самые интересные вопросы, подписала книги, и мы с удовольствием дадим их в качестве небольших призов. А теперь, с вашего позволения, я буду отвечать на те вопросы, которые пришли от вас. Первый вопрос задает Коровенков Алексей Сергеевич. Вопрос касается черновиков. Насколько целесообразно использовать черновики при подготовке к устной части? При этом Алексей Сергеевич ссылается на свой опыт сдачи экзаменов TOEFL, где такой черновик помог ему подготовиться к ответам на вопросы и выполнение заданий устной части. Ну, я хотела бы обратить внимание на то, что устная часть и ОГЭ, и ЕГЭ сейчас является компьютерной. И вряд ли за то небольшое количество времени, которое отводится ребятам на ответы на вопросы, можно успеть пользоваться черновиком. Боюсь, что это внесет дополнительную сложность, и все-таки надо понимать, что компьютер-бейст экзамен и экзамен в традиционной, скажем, очной форме – это несколько разные вещи. Поэтому я думаю, что надо научить ребят быстро реагировать, отвечая на вопросы, тем более, что они, в общем, достаточно стандартные. И вот это реактивити – это тоже часть устной речи именно в диалогической форме общения, что, собственно, и проверяется хоть несколько суррогатно в современных экзаменах, в той части, где им подстоит отвечать на вопросы. Поэтому думаю, что скорее черновики будут мешать, чем помогать. Второй вопрос пришел от Воиновой Татьяны Сергеевны. Татьяна Сергеевна сетует на то, что в их учебнике нет достаточного количества заданий на аудирование. И спрашивает, можно ли ожидать расширения этой части учебника. Ну, во-первых, уважаемая Татьяна Сергеевна, вы не написали к этому учебникам, вы пользуетесь. И боюсь, что я не вправе отвечать что-либо за авторский коллектив этого учебника. Надеюсь, что, получив информацию о том, что вам не хватает чего-то в этом учебнике, авторы призадумаются, доработают его в нужном направлении. Вам же могу сказать, что есть много и УМК, и дополнительных учебных пособий, где дается дополнительное количество упражнений, которые вы смело можете использовать, как с вашим учебником. А может быть, есть смысл подумать о смене базового УМК, который вы используете на своих занятиях. Может быть, вам будет легче, и это займет меньше времени на подготовку и приведет к лучшим результатам у ваших учеников. Поэтому вот два возможных пути. Либо дополнительные пособия и дополнительные упражнения, которые, возможно, и вам самому придется разрабатывать, что вряд ли целесообразно. Либо поиск уже готовых материалов, которым можно доверять, и которые адекватно готовят ребят к тому, что им предстоит сделать на экзамене. Еще один вопрос от Ахмадеевой Анны Петровны. Анна Петровна спрашивает, не стоит ли нам дать несколько альтернативных утверждений во второй части письменного экзамена ЕГЭ для эссе. Возможно, и целесообразно. Сегодняшний формат этого не предусматривает, но могу приоткрыть завесу тайна. Мы думаем об этом. И, может быть, не несколько тем для эссе, но, во всяком случае, несколько разных типов заданий. Это может быть эссе, это может быть описание графика, или это может быть выражение собственного отношения к какой-то цитате. Такие вопросы рассматриваются. И мне кажется, в любом случае, когда у ребят есть выбор, это всегда лучше, нежели когда задание, ну, скажем так, прогнозирует что-то одно и конкретное. И будем надеяться, что вот эта возможность выбора будет расширена в ближайшее время. Ещё один вопрос. Я не знаю, к сожалению, автора этого вопроса. Написан «близнец». Это, скорее всего, какой-то ник. Но, тем не менее, вопрос интересный. Будут ли разработаны ОМК, которые смогут подготовить обучающихся к ЕГЭ при трёх часах в неделю? Ну, мне кажется, вопрос довольно сложный, потому что это и учебник, который должен подготовить к ЕГЭ, но, наверное, это и содержание ЕГЭ, которое должно адекватно проверить ровно то, чему можно научить за трёх часах. Могу немножко, забегая вперёд, сказать, что с введением обязательного ЕГЭ ребята будут иметь возможность выбирать уровень, на котором они хотят сдавать экзамен. И если это базовый уровень, как в математике, как в русском языке, то, наверное, задания будут не очень сложными. Они будут вполне посильными. И зная заранее, какие задания даются, какие темы могут возникнуть на экзамене, и автор учебников, и учитель сможет довольно эффективно подготовить к ребят выполнение этой базовой части, которая, естественно, не должна быть запредельной по уровню сложности. И, очевидно, должно быть легче, чем то, что есть в ЕГЭ сейчас, потому что сейчас это экзамен по выбору. И сдавают только те ребята, которым это нужно либо для поступления в ВУЗ, либо которые мотивированы и целенаправленно сдают этот экзамен и готовятся к нему. Ещё один вопрос от Костылёвой Елены Васильевны. Елена Васильевна пишет, что задания на личное письмо, даже не само задание, а ответы на это задание, достаточно однообразны. И в какой-то степени её, видимо, волнует то, что они похожи как близнецы-братья, потому что и начало, и конец. Сейчас фактически можно писать к любому заданию практически одними и теми же словами. И при всём при этом Елена Васильевна говорит о том, что необходимо установить только нижнюю планку по количеству слов, а верхнюю планку не устанавливать. Но мне кажется, в этом вопросе есть и некое противоречие. При том, что есть некая заданность, которую легко подготовить ребят. То есть начало, конец определены, а серединка, естественно, будет разной в зависимости от вопросов, на которые нужно ответить. И вообще от задания, то мне кажется, не надо ограничиваться только нижней планкой. Ведь очень важно научиться говорить лаконично, ясно и чётко выражать свои мысли в пределах заданного объёма. Вот умение выдерживать объём – это одна из центральных, скажем так, одно из центральных в плане… Один из центральных показателей эффективности письма и вообще коммуникации. Надо уметь чётко выполнять задания и делать это в тех рамках, в которые вам предписано. Поэтому мне кажется, что и нижние, и верхние планки, они хорошо делают своё дело. То, что у ребят есть, ну скажем так, некий люфт, и одно задание является лёгким и посильным, ну и слава тебе Господи, пусть таким остаётся. Во всяком случае, вы сможете всегда подготовить своих ребят так, чтобы при любом изначальном исходном уровне владения языком они могли бы подготовиться к экзамену и не получать ноль за это задание. Ну а те, кто в совершенстве владеет языком или близко к совершенству, у них всегда будет возможность учёность свою показать, и в рамках установленного объёма, тем не менее, показать вариативность, творчество, креатив и так далее. Поэтому думаю, что пусть будет легко, но при этом в рамочках. Рамочки, они всегда хороши и ещё никому не мешают. Следующий вопрос, к сожалению, тоже без имени, но ник Галактус. Спрашивает о том, будет ли обязательный экзамен легче, чем ЕГЭ сегодня. Однозначно будет. Я уже ответила на этот вопрос. И вы совершенно справедливо пишете о результатах НИКО, которые оптимизма не внушают. Но думаю, что и НИКО тоже окончательно не даёт нам полной репрезентативности выборки. Но тем не менее, это очевидно, что экзамен, на основании которого будет выдан или не будет выдан аттестат о среднем образовании, должен быть посильным для всех ребят. И элитных школ, и сельских школ, где условия отличаются. Однозначно он должен быть выполним. Сразу хочу сказать, что по поручению министра образования полная спецификация и демоверсии такого экзамена должна быть разработана к 2018 году. Сам экзамен не планируется проводить раньше 2021 года. Поэтому я думаю, что у преподавателей будет возможность ознакомиться с теми новыми положениями об экзамене, которые будут значительно отличать его от экзамена существующего сегодня. Ну, я абсолютно разделяю вашу обеспокоенность тем, что экзамен обязательный по английскому языку, не должен поставить страну на колени, он не должен стать препятствием для ребят, ну, скажем так, не столь одарённых в языке, но при этом исполнительных и матерированных на учёбу, получить свой законный аттестат. Но опыт русского и математики говорит о том, что всё это вполне реально и достижимо. Я думаю, что мы будем использовать этот опыт и при разработке обязательного экзамена по иностранному языку. Вопрос от Максимовой Любилы Алексеевны. Она совершенно справедливо говорит о том, что основное отличие в ГОС определяется наличием обязательной проектной работы с 1 по 11 класс. Её волнует, будет ли портфолио, которое ребёнок набирает на протяжении 11 лет обучения, использоваться как хоть какая-то альтернативная форма оценивания его результатов помимо ЕГЭ и, может быть, каких-то других вступительных испытаний, которые предлагают ВУЗы. Сама эта идея и тема не нова. Виктория Виктория Сафонова говорила об этом уже лет 10 назад. И даже были сделаны первые предложения о том, какие материалы-портфолио можно было бы использовать и как. К сожалению, с тех пор много воды утекло, и сама аттестация сейчас опять будет меняться с базовым ЕГЭ, профильным ЕГЭ, с наличием дополнительных испытаний ВУЗы и без наличия таких испытаний. И я хочу сказать, что в магистратуру, например, вот в нашем университете, помимо вступительных экзаменов, ребята обязательно проходят конкурс-портфолио. Может быть, не за горами то время, когда портфолио в качестве альтернативной формы контроля или возможности получить дополнительные бонусные баллы наряду с результатами ЕГЭ и перечневых Олимпиад также будет учитываться приемными комиссиями ВУЗов. Но пока об этом говорить рано, хотя такие мысли, еще раз говорю, уже были высказаны, и, возможно, мы вернемся к ним вновь. Вопрос от Носковой Надежды Валерьевны. Надежда Валерьевна задает вопрос о коррекционных классах. К сожалению, приходится констатировать, что довольно большая группа ребят, которые сегодня обучаются в общеобразовательных школах, они фактически являются special needs kids. Это дети, которым нужен особый подход и нужна коррекционная педагогика. То, чем раньше занимались в специальных школах или специально обученные педагоги, сегодня, к сожалению, падает на плечи учителей, привыкших работать, все-таки в стандартной аудитории. Я разделяю обеспокоенность Надежды Валерьевны тем, что нет специальных учебников для ребят коррекционных классов, не разработан специальный стандарт для таких ребят. И непонятно, на каких условиях эти дети должны будут сдавать обязательный экзамен по иностранному языку. Я думаю, что вопрос очень своевременный, и надо на эту тему больше говорить и писать всем нам. Спасибо, что вы подняли этот вопрос. Он действительно очень острый, и я боюсь, что ответа на него сегодня нет. Но для развития нашей системы образования, где много говорится об инклюзии, о необходимости индивидуального подхода к разным детям, этот вопрос должен быть поднят на очень значительную высоту. И наши чиновники от образования и методисты, и авторы учебников должны очень серьезно на эту тему задуматься, потому что иначе, объявляя коррекционные классы, мы говорим А, но не говорим Б. И вопрос очень злободневный. К сожалению, в настоящий момент разговоры идут, но никаких конкретных проектов или действий во всяком случае я не видела, или я просто о них ничего не знаю. Вопрос от Хакимовой Аллы Рафаэловны. Алла Рафаэловна проводит параллель между ЕГЭ по русскому языку, на который выделяется 4 часа, и ЕГЭ по английскому языку, на который дается 3 часа. И это первая часть ее вопроса, не стоит ли увеличить длительность экзамена по иностранным языкам на 1 час. Уважаемая Алла Рафаэловна, я боюсь, что и 3 часа на английский язык это очень серьезное испытание, и если посмотреть на степень сложности заданий, то по русскому языку на самом деле и письменная часть гораздо серьезнее, и требует более развернутых высказываний, и все-таки вот это наличие частей, которые есть в нашем экзамене, в общем, оно вполне выполнимо за те часа, которые на него даются. Более того, могу сказать, ведь если вы помните, совсем недавно на экзамен было значительно меньше времени, это 2 часа с небольшим, по просьбам учителей количество времени, отводимого на выполнение заданий, было увеличено до 3 часов. И я могу сказать, что далеко не всегда вот это механическое удлинение процедуры экзамена дает ожидаемые результаты. Более того, мы иногда сталкиваемся с тем, что хорошие ребята, средние и сильные, имея больше времени, они начинают перепроверять себя. И, к сожалению, иногда правильное, правильное, неправильное механическое удлинение времени на выполнение заданий фактически сводит наше усилие по формированию эффективных стратегий выполнения заданий в отведенное время. Оно сводит наше усилие на нет. И мне кажется, здесь нужно больше думать о эффективных стратегиях выполнения заданий, которые позволят сократить время на их выполнение, нежели чем на экстенсивный путь, когда мы просто даем больше минут на каждые из них. Поэтому мой ответ, я бы скорее не рекомендовала это увеличение, потому что видим мы сейчас, что эффект далеко не такой, как хотелось бы. И второй вопрос, Алла Рафаэловна, о типе вопросов, которые нужно задавать в устной части. Обязательное использование всех четырех типов вопросов. Да нет. Главное, чтобы ребята задавали прямые вопросы. А если задают косвенные, чтобы хотя бы порядок слов в них был правильный, а вот уж какие типы вопросов они будут использовать, в данном случае это не так принципиально. Более того, у ребят всегда есть выбор пойти по более легкому пути, за который они никогда не будут наказаны, даже если эти все вопросы будут абсолютно однотипными. Так что это, по счастью, не самый тяжелый вопрос и не самая тяжелая часть экзамена. Бородуля Ирина Евгеньевна задает вопрос о целесообразности пользоваться орфографическими словарями. Тем более в девятом классе. Ирина Евгеньевна, думаю, что это не целесообразно, потому что, во-первых, задания на письмо в девятом классе они вполне базового уровня. Во-вторых, ребят никто не заставляет выбирать те слова, писать которые они не умеют. Более того, если он не уверен в написании этих базовых слов, пусть он выбирает другие слова, но цель вот этого личного письма, которое проверяется в девятом классе, целью этого задания является в том числе и контроль орфографических навыков. Поэтому думаю, что орфографические словари здесь, ну, наверное, не очень уместны. А на русском языке им разрешается пользоваться словарями, потому что и задания, и там другие, они более сложные. И на самом деле, наверное, русисты хотят, чтобы дети использовали не самую частотную лексику. И в этом случае им гораздо важнее проверить знание значения слова, чем навыки ее правописания. Ну, во всяком случае, я могу только догадываться о причинах, по которым разрешается пользоваться словарями. Но это, как мне кажется, не наш случай. Тем более, отвечая на вопросы предыдущих победителей конкурса, мы говорили о том, что на самом деле только средняя часть, очень небольшая предполагает вариативность, а начало и конец вполне себе заданы. И обучить этим речевым моделям, в том числе и написанию этих речевых образцов, в общем, вполне доступно и посильно. И овладеть этим может каждый ребенок. Еще один вопрос от Зиминой Татьяны Александровны. Татьяна Александровна задает вопрос о картинках в устной части ЕГЭ. С ее точки зрения, картинки отвлекают, не дают дополнительной информации. И поднимается вопрос о целесообразности их использования заданий как таковых. Ну, я могу здесь сказать, что ребята бывают разные. Кто-то визуал, кто-то аудиал, кто-то структурщик. И для кого-то из ребят любая картинка, она дает некий ассоциативный ряд. Тем более, что вы сами пишете, что мы хотим картинки, они несут смысловую нагрузку. Другое дело, насколько близко она соотносится с самим заданием, с вербальным его оформлением. Но мне кажется, что если ребенку картинка мешает и не дает никакой дополнительной информации, он просто может смело ее игнорировать. А кому-то эта картинка может подсказать какие-то неожиданные повороты в развитии событий. Поэтому, мне кажется, пусть она будет, но если она не нужна, ее можно просто не использовать и обойтись без нее. Да, все вопросы были связаны с картинками ИЕГ, ИОГ, банки открытых заданий. И я хотела бы здесь только еще обратить внимание на то, что в банке открытых заданий все-таки используются картинки разные. Какие-то картинки более абстрактны, а какие-то картинки вполне реалистичны. Какие-то картинки не дают дополнительной информации, а какие-то картинки все-таки дают дополнительный смысловой ресурс. Но вопрос, тем не менее, интересный. Может быть, нам стоит еще раз вернуться к банку этих картинок, посмотреть на них повнимательнее. И, как вы обратили внимание, уже в новой измененной демоверсии картинке не придается такого большого значения, как это было в прошлом. И более того, обсуждался вопрос даже среди разработчиков экзамена о том, нужна ли картинка или нет. И пока решили ее оставить, именно ориентируясь на визуалов. Но вопрос сам по себе интересный и может быть истинный где-то посередине. Еще раз, уважаемые коллеги, спасибо за проявленный интерес. Спасибо за добрые слова в адрес пособий, которые мы издаем совместно с издательством ТИПЛ. Очень приятно, что вы их заметили, что вы ими пользуетесь. И если у вас будут какие-то предложения, в том числе и по нашим пособиям, мы всегда очень живо откликаемся на ваши предложения. Все ваши мысли на самом деле очень важны для нас. И я не исключаю, что даже те проблемы, которые вы подняли, в ближайшем времени найдут отражение и в новых форматах экзаменов, или во всяком случае авторы, разработчики экзаменационных материалов, ИОГ и ЕГЭ, прислушаются к ним и еще раз внимательно подумают о целесообразности использования тех или иных материалов и формулировки тех или иных заданий. Вам удачи. Спасибо. Мы всегда с вами. Надеюсь, что и вы тоже будете нашими активными пользователями и партнерами. Спасибо.